Приветствую всех поклонников авиации с Firefall Fire. В текущем патче Франция получила не только прем 7 ранга, но и новый Мираж 2000. Если предыдущая модификация была нацелена на завоевание господства в воздухе и мало подходила под задачи уничтожения наземки, то сейчас появился Мираж 2000 DR1, который охотно демонстрирует возможности нанесения ракетно-бомбовых ударов по танкам. Я использовал самолет исключительно в совместных боях, потому что для авиационных режимов он не подходит, и сейчас объясним почему. Начнем с того, что у нас полностью отсутствует курсовое вооружение. Подобная ситуация не в новинку. К примеру, у штурмовой медивхедса и вигана тоже отсутствовали пушки, но там можно было подвесить контейнеры с тридцатками, а вот у Миража их вообще нет. Для обороны предусмотрены блоки ОТЦ, причем крупного калибра, и две ракеты Матромагик 2. С таким арсеналом участвовать в авиационных боях будет проблематично, к тому же малоэффективно, а вот для совместных две ракеты может хватить. Главное вовремя заметить вражеский самолет. Я обычно стараюсь сразу сбить истребитель, чтобы потом спокойно отбомбить танки. Из подвесов нам доступны две мощные ракеты АС-30Л, которые наводятся по подсветке с лазера, и несколько бомб. Имеются как обычные бомбы по 500 фунтов или 250 кг, так и различные ГБУшки. Я, к примеру, убрал две ГБУ-12. В теории, 4 подвеса это 4 фрага, но на практике право удавалось сделать и больше. Нередко танкисты собирались все в кучу, и после моего точного сброса уходили в ангар. Тактика на мерже простая. Сразу после появления в воздухе занимаем высоту. Примерно 6 километров. Можно и больше, но есть шанс, что техника просто у вас не отобразится. На некоторых картах она часто может находиться под лодами, или на нее просто не будет засвета. Спросите, откуда в тундре засветы? Обратите внимание, что в карточке каждого танка присутствует пункт «Заметность». Он означает не только появление маркера в аркадных боях, но и в целом отображение техники с дистанции. К сожалению, эта механика работает местами криво, и получается, чтобы сбросить бомбу, мне приходится пикировать в земле, а там меня уже заждались во всем ЗРК. Так вот, вернемся к тактике. Первым делом я советую использовать бомбу. Вы набираете скорость, подлетаете к танковой карте, находите цель, лочите ее и чуть пикируете. Потом сбрасываете бомбу и уходите в набор высоты. Скорость нам нужна для того, чтобы бомба имела возможность довернуть до цели. Слишком большую скорость набирать тоже не стоит, бомба может просто прилететь мимо танка. Важно все время удерживать цель в захвате. И будьте внимательнее, когда вражеский танк будет подъезжать к подбитой технике. Лок может спокойно перескочить на уже уничтоженную технику. В таком случае необходимо вручную вносить корректировку. Ракеты с лазерным наведением уже не требуют набора скорости, но они ограничены по дистанции. Больше чем на 10 километров они не полетят. Для этого имеется соответствующая индикация. Когда до цели остается больше 10 километров, прицел начинает мигать. Еще важно, чтобы лок был в маленьком квадрате. Тут принцип как у вертолетных птуров. Вы сможете пустить ракеты, только когда развернетесь носом на цель. Мираж позволяет быстро занять высоту, поэтому штурмить на нем легко. Это динамичный реактив, который в случае чего может стать истребителем и задействовать те самые две ракеты. У нас также имеется RLS, но я и мало пользовался. В основном, чтобы быстро найти противника на высоте. Но в танковых РБ расстояния небольшие, поэтому врага можно было определить и визуально. Топливо на форсаже уходит быстро, но так как большую часть времени мы проведем на большей высоте, то постоянно использование форсажа не требуется. Мне на выполнение задачи хватало 30 минут. Я спокойно штурмил и затем возвращался обратно на аэродром. В Мирже есть также возможность брать с собой подвесной топливный бак, но для совместных он будет лишним. В симулятор НБХ Мираж попадает в сетап 10.2. Хороший обзор с габиной дополняется красивым кокпитом Илсом. На лобовом стекле будет показана захваченная цель. Очень удобно, когда необходимо немного спикировать, чтобы сбросить бомбу. По управлению имеется несколько режимов АСУ. Я, к примеру, когда искал цели, выставлял автогоризонт, что тоже очень удобно. Прицельный контейнер обладает тепловизором, что облегчает поиск целей. Да, там разрешение так себе, но в основном его используют, чтобы быстро поражить танки и затем навестись на нужную цель. В заключении, могу сказать, что Мираж 2000 показывает отличные результаты. У Франции не так много самолетов, и на топ-тире это хороший штурмовик, который к тому же может дать ответку истребителям. По крайней мере, теперь у нас есть выбор между Ягуаром и Миражом. И в сетап с Эльклерком есть что взять. С точки зрения истории, Мираж 2000D был построен на основе Миража модификации N. Произошло это в 1991 году. Фирма ДОСО установила на нем новейшие виды бортового оборудования, чтобы расширить возможности самолета. В 1995 году появился Мираж 2000D1R1, который получил возможность использовать все виды обычного вооружения, кроме ракеты Апач. Данная ракета была введена позже на другой модификации самолета. Если коротко, то Апач запускается вне зоны досягаемости ПВО и уничтожает цели на отдалении до 140 км. Мираж 2000D уже успел поучаствовать в различных военных конфликтах. Самолет стоит на вооружении и пока что Франция не намерена его снимать. Вот такая история. Подписываемся на канал, заглядывайте в описание и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok